Физкульт привет! Друзья, ученики и просто случайный зритель! Сегодня покажу вам очередную свою тренировку на заднюю и среднюю дельту и на бицепс. Естественно, после разминки, общей и специальной, мы приступим к работе. Что такое специальная разминка? Это когда вы, друзья, выполняете разминочно-подводящие подходы в том упражнении, которое собираетесь выполнить. Естественно, нужно понимать, что разминка это разминка, это не работа, не нужно себя утомлять, как это делают многие, как это делает большинство. И к рабочим подходам подходит уже уставшим и не может показать тот максимум ни в количестве повторений, ни в том весе, с которым могли бы поработать. Поэтому уделяйте особое внимание разминке, но не утомляйтесь. Обычно разминку я делаю 50-75-90% от того рабочего веса, с которым собираюсь сегодня поработать. И это не больше 7-8 повторений, а чаще всего 5-6 повторений. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас, каналу. Первое упражнение на заднюю дельту. Вы знаете, это мое любимое упражнение. И если вы хотите иметь по-настоящему огромные, огромные такие, как шары для боулинга, дельты, то уделяйте в первую очередь особое внимание заднему пучку дельты. Я сделал четыре разминочно-подводящих подходика и приступил к работе. Работал я сегодня в этом упражнении, а именно отведение гантелей в стороны, лежа, грудью на наклонной скамье, от 10 до 15 повторений. После этого, друзья, приступаем к среднему пучку дельты. Тоже 3-4 разминочно-подводящих подхода и хороший, мощный, рабочий подход на 12-15 повторений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем, друзья, наступает к среднему пучку дельты. Время поработать над бицепсом. Тоже не забываем, что нужно сделать разминочно-подводящие подходы. Я сделал 4 разминочно-подводящих подхода перед тем, как выполнил первый рабочий подход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у нас прошел первый круг. Теперь мы снова возвращаемся к заднему пучку дельты. И разминка нам уже не нужна. Многие из вас заметят, что к третьему, к четвертому подходу мы становимся даже сильнее. Можем сделать большее количество повторений. Если оно у вас будет переваливать за 15, то лучше все-таки добавить рабочий вес. Не забывайте, что мы работаем над гликолитическим мышечным волокном. Поэтому нам нужно брать веса за 70%, чтобы включить побольше, рекрутировать побольше мышечных волокон. И, естественно, отдача будет больше. Обращаю ваше внимание, что между каждым упражнением я отдыхал примерно 2 минуты. Поэтому в среднем у меня выходило 6 минут отдыха для каждого отдельного упражнения. Что я имею в виду? Я сделал подход рабочий, хороший, на максимум, на задний пучок дельты. 2 минуты отдохнул. Сделал подход на средний пучок дельты. Тоже отдохнул минуты 2. И выполнил рабочий подход для бицепса. Отдохнув 2 минуты. Сложив это все, мы видим, что получается минимум где-то 6 минут как раз-таки отдыха. Что и будет равняться тому, что советует Виктор Николаевич Силуянов при работе над гликолитическими мышечными волокнами. Обращайте на это тоже особое внимание, если хотите тренироваться строго, четко по науке. Ну что, друзья, в общей сложности я сделал 9 таких кругов. Для начала, если вы только приступаете к тренировкам, вам естественно не нужно это делать. Вы должны ознакомиться лучше всего это в моих книгах, отдельно для парней, отдельно для девчонок. Серия Фак Фитнес, где практически на 2 года расписано, как грамотно, правильно начать тренироваться. Построить силовую базу, силовой фундамент. Обязательно ознакомьтесь с ними, особенно если вы тренер, инструктор. Если взяли на себя смелость тренировать других людей. И даже если просто хотите сами тренироваться, это будет вам большим бонусом. Вы получите огромное количество знаний. Так вот, друзья, для того, чтобы начинать тренироваться по такой системе, по такой схеме, вы должны начинать с 3-4 кругов максимум. Со временем, с тренированностью, вы увидите, что вы сможете добавлять по одному кругу. Но не стоит делать больше 9. Рабочих подходов должно быть 9 на одну мышечную группу. Так что, друзья, следите за всем за этим, потому что это наше с вами здоровье. И в этом деле лучше немножечко не доработать, чем переработать. Не торопитесь, не спешите никуда, пошагово, ступенька за ступенькой, поднимайтесь к своим целям, к своим успехам. Поверьте, чем плавнее и медленнее вы будете двигаться, но ключевое слово здесь двигаться, тем больше вероятность, что вы сохраните, улучшите здоровье. И что самое главное, не забросите тренировки. Ведь не секрет, что 99% людей, приходящих в тренажерные залы, забрасывают в тренинг. Где-то 90 человек из 100 уже через пару месяцев прекращают тренировки. Поэтому делайте выводы. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите лайки. Не забывайте, что в связи с новыми требованиями, правилами YouTube, если вы хотите не пропускать мои новые видеоролики, нажмите на колокольчик, тогда оповещение будет вам приходить. Если вы не нажмете, вы сможете просто пропустить ролики, YouTube вам не предложит их в предложенном варианте. Это тоже очень и очень важно. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вас интересуют, обязательно пишите. Вы видите, что на все я отвечаю, на многие даже снимаю видеоролики. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.